В эфире программа «Навина регионов» студия Олена Мелешанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Месяц застався для подрыхтовки жилфонду и объектов теплозависпячения до зимового периоду. Все лето по шпарты готовности повинны быть подписаны до 1 вересня замест традиционного кастричника. Як подлумачили у областном управлении жилево-коммунальной господарки, ранние термины дают больше макчимостей в свои часовые выправить недопроцовки до початку отепляльного сезона. Основная работа теперь – это замена старых помпов, вывод неэффективных теплотрасс, установка котлов на дранцы. Кале 80% котельных в области могут працавать на мясовых видах палева. Что дозволяя экономить. Например, лето сэкономили больше за 18 тысяч умовного палева на 80 миллиардов рублёв. Во-первых, это импортозамещение, то, что мы не используем импортный российский газ. И второй фактор – это то, что котельные, прежде всего, которые работают на щепе, они процентов на 15 себестоимость ниже, чем котельные, работающие на газу. Внедряя эти мероприятия, мы снижаем затраты и тем самым сдерживаем рост тарифов для населения. Участок обновленной Минской шаши на уезде у Могилёва ведут устрою ранее запланованных терминов. Работы завершаются мально по угады ранее. Засталась укладка верхнего слоя асфальта бетонного покрытия на неосенней разметки и уезд в областный центр станет саправдным упрыгоживанием Могилёва. Уязные вороты Могилёва – визитока и первое уражение для гостей. Город, примая повольной и комфортной яздой, это выник селетней реконструкции участку дороги до уже нею 2120 метров. Шаша поширилась на 2 метра, теперь иди укладка верхнего слоя асфальта бетонного покрытия. В итоге будет уложено порядка 25 тысяч тонн асфальта бетона. В том числе верхний слой асфальта бетона у нас будет выполнен жесткий слой, при этом он будет, скажем так, гибкий, высокощабёнистый и износостойкий материал. Уложено около 10 тысяч метров погонных и бортовых камней. На всем участку установлены новые лихторы. Сгодно проекта побудованы пешеходные и велодорожки. На всех работах засвоено 5 миллионов рублей. Если будовничные работы завершатся, на дорогу нанесут разметку. Тут будет рыв полосы. Плануется, что обновленная Шаша повеличит пропускную махчимость на 30%. На уезде у областный центр сбоку столицы Могилючаны и гостей города будет сустракать арка. Я настану финальным элементом ансамблю уязных ворот. Будовники уже выполняют работы по армированию. Это будет сбудование вышинёй как 5 поверховка. Вот фундаментная плита. Дальше, которые широкие идут, это подколонники. Один большой, дальше два маленьких. Два маленьких и четвёртый большой. Вся высота арки 17-10. 17 метров. Да, 17 метров. А здесь минус 2,45. Если смотреть относительно бетона, который залит, это уже получается будет у нас 19-19,55. У худким часа будовники приступят до бетонирования на фундаменты колонны по идее 130 кубометров бетона. А на всю арку 1300 кубов. Попереднее узведение арки завершить до конца года. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, Новина региона. У дорожно-транспортном вздарении на чугуночном переезде в Бавруську загинул мужчина. ДТЗ отбылось ранецей. Как поведомилю Удяшу, то инспекция автомобиль Ауди выехал на чугуночный переезд, когда там уже рухался тягник. Иншимарка урезалася в бок локомотива. Машинист пачал мощный удар и начал экстренно тормозить. 25-годовый кировца автомобиля загинул на место. Его тело салона доставали в ротовальники. З гитары на рыбалку восьмый раз в берах Чигиринского водосховища с устрока в великую бард-рыбалку. Четыре концертные пляцовки, конкурсы с поборницей, рыбная ловля и ее логичный працах, духмяная юшка и зрозумела добрый настрой. Все литовьевцы Грудичина собрались и какоматы рыбардовской песни, так и прихильники активного отпадшинка из Беларуси, России, Украины, Латвии, Эстонии, Польши и навод Китая. За восемь год бард-рыбалка со свято-активной гадпочинкой и бардовской песней первотворилась у визитовку Могилёшчины. Самая главная наша задача – это сделать фестиваль разноплановым и в культурном отдыхе, и в плане развлечений, и в плане музыкальной программы, чтобы она была интересной, насыщенной, чтобы у нас не было скучно, чтобы мы дарили людям хорошую энергию и хорошее настроение. Якая бард-рыбалка без концертов. Селетний фестиваль на же трёх пляцовках объеднала выконаусов с десяти краин. Я впервые попала на бард-рыбалку в прошлом году. Мы не на весь фестиваль попали, а мы с группой выступали с концертом в Гомеле, и после этого приехали сюда. Нас очень тепло приняли и позвали и в этом году тоже. Что изменилось в лучшую сторону? Да, практически всё. Во-первых, четыре площадки, на которые проходят концерты, это очень важно. Потому что я считаю, что артист должен ходить к зрителю, а не зритель к артисту. Это моё такое правило. Палаточный лагерь так классно устроен, что к нему надо приходить и там петь песни. Як кажуть, не с певыми одинами. Кермаш народных майстро, юшки на любых уст, а для аматоров пары – некольки десятков лазнёв. От сауны на колах до лазни по-шёрному. Фестиваль очень нравится. В этом году уже как бы на третьем присутствую, да, в Могилёве, в Кишинёве было. И вот приехал к вам, больше всего понравилось у вас. Погода, прям воздух такой, дышится хорошо у озера, очень прекрасная. Сотни литров юшки, десятки яскравых выступлений и позитив ваусим. За трёх фестивальных дней на Шагиринском водосховище побывали каля 5 тысяч человек. И ещё больше цикавого про великую бардрыбалку глядите 9-го жнивня на телеканале «Беларусь-4 Могилёв». У программе специальный репортаж. Павел Савицкий, Александр Тарасов, Новины региона. Могилёвчане убачили одзинах в свете дрессированных бобров. Уникальное представление показали артисты цирку, что в этой дне гастролюя областным центры. Наши корреспонденты так само убачили незвычайное шоу и потекавилися, як рыхтой живёл до выступлений. Вядомо, что бобры амаль не поддаются дрессуры. До того ж, працава зиме небеспечна для життя. Один неправильный рух и можно отримать серьёзную травму и навод трапить до хирурга. Али дрессировщики, знаешь ли, под и ход и до бобров. Мы просто подстраиваемся под их природные какие-то навыки, чтобы их не насиловать, не заставлять ничего. Мы смотрим во время игры с ними, что им нравится. И те трюки закрепляем в виде клоунады, репризы. Я их научил преодолевать какие-то препятствия. Как вот собачки через барьеры прыгают. Кто-то проползает, кто-то прыгает. По каким-то лесенкам сбираются. Откуда берутся бобры у цирку? Их выкупают у поляуничих. Здараются, что по весне малых бобранят, вымываясь хаток, их знаходят на узбережах. А вот от маленькой фроси отмовилась мать. Циркачы гадуют живёлу, и худко янабуде выступать на манеже. Бобры цирковой ноу-хау, а вось конь – классика. Первый цирк начинался минавито с верховой язды. В 1780 году в Лондоне зарабили манеж диаметром 13 метров. Таким он застаётся и пасёння. Только по таким коле конь может бегче галопом, так, как артыст мог выконовать акробатичные труки. И навык танцевать, как работала это заслуженная артыстка России Ирина Мозель, чая цирковая династия началась больше за 100 годы тому. Звучки своих напарников Яна добра ведая. Выходит, хромает, 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 посмотрю в ноги. Ну ничего нет, совершенно. Берёшь ватку, идёшь в кране, помочил, ногу потер, всё, полечили, уже ничего не болит, и всё, побежали. Дякую чашматгадинным репетициям техничный выверенный номер переутвораётся у маленький спектакль. Тон перфомансу задае и барабанный дробь, подчас складанного трука, и одинокий промень прожектору, без якого выступление поветранных гимнастов не было б таким видовешным. Алена Соловьёва, Виталь Алексеенко, Новин Региона. И про надворы. Первый день жнивня подарить могилеучанам долго чеканное лето. Будет и спёка, и чистое блакитное небо, и местами летние дожжи. Свержайте областным гидромета-центры. Уже на уторок первые жнивни синоптики обвешают оранжевую взрыву небеспеки из-за высокой температуры. Чекается переменная воблачность, первоважно без опадков и слабый ветер. Уначе слупок термометра будет выгодиться у межих плюс 16, плюс 21 градус. Зато и у день спякотно плюс 27, плюс 30. Местами плюс 34 градусы. Так само ж, будзе и усераду только с ветром, ягу парывы будут досягать 15-20 метров за секунду. Учать верзгодно по передней информации максимумы короткочасовые опадки. А у пятницу знов парывы ветру и короткочасовые дожжи и на вальнице. Местами наводград. А лишь температурный режим у день амаль не изменится. Так само шекается плюс 27, плюс 31. Опадки аж и затрмаются и на субботу, а ле у неделю знову без даджоу. И температура поветра у межих 24-29 со знаком плюс. Усі новини про життя Могилевской області на нашым сайті tvrmogileo.by. А я на гэтым з вами раз вітвуюся. Доброго вам настрою і до сустречі. Доброго вам дня! Продолжение следует...